Провалялся я несколько дней в болезни, возвращаюсь в игру, а тут все в каких-то биржевых магнатов превратились. Что происходит, разобраться было непросто. Да и у многих игроков, особенно не самых опытных, я вижу вопросы остаются. Так что давайте в этом видео вместе разберемся, что это за небесное восстановление такое и фарм фракталина. Итак, небесное восстановление это сезонное мероприятие, участие в котором может принять каждый игрок. Началось оно 4 февраля, а продолжится вплоть до окончания сезона Рассвет в марте. По сути, назвать это мероприятием сложно, вас просто просят собирать вагонами и сгружать в обелиски фракталин, сезонный ресурс, который требуется для построения небесной основы, которая, в свою очередь, призвана стать связующим звеном между этим сезоном и следующим. Да еще каким способом, ведь глядя вот на этот экран пвп плейлистов, мы возрождаем испытание Осириса. Тот самый пвп режим из первой части, который был в свое время настолько популярным у игроков, что ни много ни мало позволил Destiny 1 дожить до выхода второй части. Разработчики могли просто вернуть испытание без какого-либо анонса, хотя, по сути, до сих пор никто из Банжи прямым текстом не подтвердил испытание Осириса, но решили посвятить этому событию целое отдельное мероприятие. И, наверное, за это студию можно только похвалить. Как все работает. Каждый игрок, хочет он того или нет, вносит в свой вклад. Вплоть до конца сезона, стражи всего сообщества должны внести немыслимое количество фрактолина в обелиск башни. Всего есть 7 этапов. Первый этап 400 миллионов, второй этап 700 миллионов, третий этап 1 миллиард 200 миллионов, четвертый этап 2 миллиарда 200 миллионов, а пятый, шестой, седьмой этап засекречены. Но по предварительным подсчетам, финальный этап может потребовать 5 миллиардов 200 миллионов фрактолина. Ни много, ни мало. Проще всего отследить процесс прохождения на специальной эмблеме, прямо на экране директора Горнила. После прохождения седьмого этапа восстановления, игрокам, скорее всего, если верить датамайнам, должна стать доступна новая миссия. Помимо этого, все принимающие участие получат уникальный шейдер Lighthouse Sun и титул Спаситель, если были выполнены все остальные требования печати. А за внесение вкладов 5000 фрактолина, игроки получат уникальную эмблему и триумф. Игроки вносят свой вклад простым способом. Нужно подойти к обелиску башни и прожать нужную кнопку, которая отдаст 100 единиц фрактолина в небесное восстановление. Обелиск башни является ключевым звеном в небесном восстановлении. Он отображает следующие показатели. Количество внесенного фрактолина в небесную основу. Тут все просто. Сколько внес, столько и показывает. Одно внесение стоит 100 фрактолина. Уровень резонанса. А вот этот момент стоит объяснить подробнее. Дело в том, что с началом мероприятия, обелиск башни каждую неделю с еженедельным ресетом генерирует некоторое количество фрактолина. Количество этого фрактолина зависит от уровня обелисков с других локаций. Один уровень планетарного обелиска равняется 100 уровням резонанса обелиска башни. Иными словами, если все планетарные обелиски вкачаны до 11 уровня, то уровень резонанса составит 4400 единиц. Именно такое количество фрактолина игрок будет получать каждый вторник. Страж может использовать этот фрактолин таким образом, как ему угодно. Он может потратить его на выполнение вневременных контрактов, может инвестировать в планетарные обелиски, чтобы повысить уровень резонанса обелиска башни и на следующей неделе получить еще больше фрактолина. А может сразу вложить его в небесное восстановление. Говоря о вневременных контрактах, то небесное восстановление позволяет игрокам выполнить контракты не вылетая из башни. Каждое вложение в небесное восстановление, те самые 100 фрактолина, дает 25% к прогрессу всех вневременных контрактов в инвентаре игрока. Другими словами, взяли 4 контракта, 4 раза вложили фрактолин в башню и выполнили эти самые 4 контракта. И так кругом. Отличная возможность выбить идеальные роллы, не правда ли? Теперь давайте разберемся, как правильно формить фрактолин и эффективно повысить уровень резонанса обелиска башни. Есть несколько простых способов. Выполнять еженедельные контракты с планетарных обелисков, по 2 контракта на каждую планету, то есть 8 контрактов в сумме. 100 фрактолина за каждый выполненный контракт, то есть 800 фрактолина за все. Если осилите на 3 персонажах, заработайте 2400 фрактолина за неделю. Другой способ выполнять ежедневные контракты Сейнта 14. Каждый день доступно по 4 контракта, каждый из которых дает 50 фрактолина. 200 фрактолина в день на персонажа, 600 в день на 3, в неделю получится 4200. Ну и третий способ, это по 10 фрактолина вы будете получать в солнечных часах. Есть еще один рандомный способ, получать по 100 единиц фрактолина за завершение матчей Гарнила, Гамбита, Налетов, Паноптикумов и так далее. Решайте, что из этого вы хотите фармить, и прокачивайте специальный бонус на планетарном обелиске. Например, для фарма налетов нужен прокачанный бонус с обелиска на ЕМЗ. Соответственно, вы можете использовать накопленный фрактолин как захотите, но если вы хотите построить ферму своей мечты, то имеет смысл вложить весь накопленный фрактолин в планетарные обелиски. Неважно какой. Для поднятия уровня обелиска требуется 200 фрактолина. Допустим, если вы вложите весь накопленный фрактолин с контрактов, это 6600 фрактолина, то с еженедельным ресетом вы получите 3300 единиц фрактолина обратно. По ходу мероприятия все сложится таким образом, что вы окажетесь в плюсе. Есть еще один способ повышения уровня резонанса. Покупка специального предмета в обелиске башни, который стоит 20000 блеска и 10 легендарных осколков. Эта штука мгновенно повысит уровень любого планетарного обелиска. Количество для использования ограничено только вашими ресурсами и количеством блеска. Но ведь есть какая-то самая эффективная стратегия, верно? Верно. И выглядит она очень просто. Вы должны инвестировать весь фрактолин в планетарные обелиски в течение первых двух недель. А лишь на третьей и на четвертой неделе вносите фрактолин в небесную основу. Третья неделя начнется 18 февраля. Разумеется, вас никто не заставляет делать именно так. Поступайте так, как считаете нужным, но помните о некоторых хитростях. Забирайте генерируемый фрактолин в самом конце игровой недели. Иными словами, перед ресетом. Но не забудьте инвестировать его в планетарные обелиски в первые две недели. По мере увеличения уровня резонанса по ходу этой недели, количество возвращаемого фрактолина будет увеличиваться пропорционально. И если вам не жалко ресурсов, то не забывайте закупать экзотический фрактолин для увеличения уровня планетарных обелисков. Если вам не хватает блеска, то обратитесь к пауку на спутанных берегах. Формите, инвестируйте, богатейте. И общими усилиями всего сообщества мы станем на шаг ближе к одному из любимейших ивентов в истории Дестани. Испытанием Осириса. А я на этом прощаюсь. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на канал, чтобы ничего не пропустить. И до связи. Субтитры сделал DimaTorzok